Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы вновь на канале Шахматы для всех, и мы продолжаем рассматривать партии Магнуса Каунсена, которые он сыграл на супертурнире в Варшаве. В этом видео рассмотрим поединок 13-го тура, в котором Магнус Каунсен играл против местного герсмейстера Радослава Вайташека. Соперники играли в Блиц с контролем 5 плюс 2. С4 сыграл Каунсен, КФ6, КЦ3, Е5, КФ3, КЦ6. Это система 4 коней английского начала. Норвежец сразу ставит пешку на Д4 и после размена получает слон Б4. Ж3 сыграл Каунсен, 2-0, слон Ж2 и КЕ5. Вайташек нападает на пешку, но после ФБ3 вынужден отойти атакованным слоном. КЦ2 играет Каунсен, Д6, КА4 и после слон Б6 произошел размен на Б6, который надолго определил характер дальнейшей борьбы. У белых появилась пара мощных слонов и Магнус Каунсен постепенно начинает накапливать позиционное преимущество. Ферзь С3, после ладья Е8 рокировка, слон Е6 и защита пешки. Ферзь С8 играют черные, слон Ж5. Конечно, размен со сдвоением пешек неприятен, поэтому Вайташек отводит коня, конь Д4. Если белым дать разменяться на Е6, то в получившейся достаточно открытой позиции два белых слона будут намного сильнее черных коней. Поэтому Вайташек контратакует белого слона, тот отходит, слон Ж4, Ф3 и после слона Ж5 ладья ФЕ1. Каунсен очень гармонично располагает свои фигуры. После слона Ж6 он ставит слона на Ф2 и продвигает пешку на Е4. Конь ФД7. У черных не так много пространства, это и понятно. Белые своими пешками захватили четвертую горизонталь, а два мощных слона пока что находятся в тылу, но ждут своего часа. Конструктивного плана Вайташек найти не может, потому что все его пешечные продвижения четко контролируются соперником. Поэтому польский гроссмейстер пытается разменять хотя бы одну легкую фигуру для того, чтобы немножечко освободить позицию. Он играет конь С6, но Карлсен против, ставит коня на Б5. Конь А7 обратно на Д4. Конь С6, но конь С2. Как кошка с мышкой играет Карлсен со своим соперником, прекрасно понимая его намерения и не давая ему свободной игры. Конь А5 играет Вайташек, дважды нападая на пешку. Если продвинуть ее вперед, создавая вилку, то последует конь А4 с нападением на белого ферзя. Поэтому Карлсен отводит ладью в защиту. После ферзь Д7, конь Е3. И на конь С6 вновь конь Д5. Опять предложение размена коней, но конь Ф4. И белые вновь грозят отдать коня за слона, получая двух слонов против двух черных коней. Черные этому противятся ходом слона Х7. И тут неплохо было бы сыграть слон Х3, чтобы потревожить черного ферзя и захватить диагональ Х3, С8. Но Карлсен возвращает ладью на Д1, ставя ее напротив черного ферзя. Конь С6. Ничего нового в исполнении черных. Конь Д5. И в этой позиции черным все же следовало увести ферзя с опасной вертикали, поставив его на С8. Хотя, конечно, особой радости такой пассивный отход черным не давал. Но Вайташек сыграл ладья АД8 и получил мощный тычок А5. Видимо, Магнус Карлсен давно подметил возможность этого пешечного продвижения и все ждал удобного момента. На 33-м ходу он настал. Белые напали на пешку Б6 дважды. Поэтому брать на А5 нужно. Но если забрать конем, то теперь уже вилка Б4 приводит к выигрышу фигуры. На конь А4 последует ферзь С2. И невредимым выбраться с края доски черному коню А5 не суждено. Поэтому Вайташек пошел БА, прекрасно понимая, что будет в этом случае. Магнус Карлсен меняется на С5 и ходом кони в 6 шаг выигрывает ферзя. Вот и сказалось противостояние белой ладьи и ферзя черных. После взятия забираем. Ладья бьет Д7. Ферзь бьет Ф6. Белые получили решающий материальный перевес. Более того, черный король раскрыт. Но все же позиция пока что не выигрывается сама собой. И Карлсену нужно играть внимательно. После ладья Д6 он отвел ферзя. Конь Д4. Ф4. Конь С2. Играют черные, нападая на ладью. Пешка становится на Е5. Контратака. Ладья Д2. И Карлсен играет ладья Е2. Очень сильный ход, позволяющий белым стабилизировать ситуацию. В случае взятия последует ферзь Ж4. Двойной удар. Поэтому ладья Д1 сыграл Вайташек. Но теперь король белых вне опасности. Он встал на Ф2. Тут его никто не потревожит. После конь Д4. Ладья Б2. Ладья С1. Взятие на А6. Карлсен продолжает собирать урожай. После конь Е6. Ж4. Ладья Д8. Вторая линия прикрыта. Поэтому без особых сомнений. Ф5 сыграл Магнус Карлсен. При этом напав еще и на коня. И ладью С1. В этой безнадежной позиции Радослав Вайташек сдался. Вот такая замечательная стратегическая партия в исполнении Магнуса Карлсена. Совсем не чувствуется, что соперники играли в блиц. Постепенная методичная работа Карлсена по накоплению позиционных преимуществ, главное из которых, пресловутое преимущество двух слонов, поражает воображение. Карлсен провел эту партию очень сильно и не дал своему сопернику ни единого шанса. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.